Зал Государственной филармонии Алтайского края пуст. Симфонический оркестр репетирует под руководством Дмитрия Лузина, который здесь работает с 2013 года. Как признается дирижер, он с детства мечтал о музыке. Я из музыкальной школы сбегал постоянно. Я не хотел этим заниматься. А потом бабушка мне пластинку подарила одну, музыка Штраусов. И вот как-то эта музыка Штраусов испортила мне жизнь. Я захотел резко музыкантом стать. Новый педагог музыкальной школы опять же пришел, который не из-под палки тебя, а вот прямо из-под палки все. Вот ты должен. А вот прямо она как-то прививала любовь к музыке как-то. На этот раз ставят Брукнера. Эта музыка наряду с другими классиками прозвучит на юбилейном концерте в честь 80-летия филармонии. Своё начало учреждение ведет с 1944 года. Филармония появилась в Алтайском крае одновременно с десятком филармоний по всей стране. А это был 1944 год, Великая Отечественная война. Страна была истощена совершенно. Сейчас очень многие говорят о том, что поколение наших родителей, бабушек особенно, они все очень хорошо знали популярную классическую музыку. Это было государственное радио, которое включалось утром и выключалось вечером во многих поселках, во многих населенных пунктах. Сегодня здание филармонии, а в прошлом здесь был театр, объединяет под своей крышей несколько творческих коллективов. Ансамбль русского танца «Огоньки» имени Гарри Николаевича Полевого – один из них. Танцоры исполняют разнообразные номера – от хороводов до театрализованных спектаклей. Здесь ждут каноны, заложенные основателем. Мы, конечно, стараемся все поддерживать. Обязательно. То есть не отступать от его постановок, от его лексики, от его духа алтайского края – Сибирь. У нас цветочная тема, да? Мы ансамбль русского танца «Огоньки». То есть это красивые цветы, а цветы – это кто? Это красивые девушки. Вот это красивые лирические хороводы, красивые лица. Обязательно. Коллектив не называет, какие поездки должны состояться. Но танцоры к ним готовятся и нарезают круги по залу, оттачивая движение. Также ответственно к каждому жесту подходят музыканты. Очень важно, я считаю, что гастроли в малых городах и селах. Потому что люди нас ждут, нас любят. Для них это радость какая-то – услышать живую оркестру, услышать хорошую музыку. Скоро состоятся четыре концерта к юбилею филармонии. В программе классика, с которой делали первые шаги. Например, с произведений действующего прежде женского хора. Сейчас есть только мужской. Выступят солисты Московского музыкального театра Наталья Петрожицкая и Дмитрий Зуев. Известная столичная пианистка Екатерина Мечетина. Музыкальный театр Станиславского и Немировича Данченко. И это далеко не все почетные гости. Филармония развивается, и теперь здесь можно послушать не только традиционную классику. Недавно прошел концерт по творчеству рок-группы «Пинк Флойд». Понимаете, нельзя воевать с искусством. Понимаете, давайте мы тоже включим. Наверное, я думаю, там и на Западе нашлись мудрые люди, потому что там теперь опять звучит Чайковский, Рахманинов, Прокофьев. Потому что это ненормально. Мы работаем с художественными ценностями, уже устоявшимися. Бесконечно одевать в одежду Данаю, наверное, не нужно. С годами репертуар филармонии только расширяется. На сцене звучит не только классика, но и джаз, блюз и другие жанры и направления. Найти свое получится у каждого. Стоит просто заглянуть в афишу. Дарья Ярушина, Владислав Ковалев. День с толком.